Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами я, Сергей Жардецкий. И сегодня мы с вами поговорим о самом, надеюсь, главном помощнике в саду и в огороде. И это не трактор МТЗ-82. Это грибы. Все мы знаем о грибах очень много и ничего о них не знаем одновременно. Именно благодаря ароматическим веществам грибного происхождения на земле и тот, который получают в теплице, и мы его видим на прилавках. Иногда, которые мы называем пластиковым, безвкусным. Да, это все благодаря грибам. Если мы заглянем в почву, все растения на лугу, деревья в лесу, все они объединены единой системой в единую цепь. Более того, ученые, которые занимаются изучением взаимосвязи грибницы и растений, иногда говорят о том, что лес – это вообще единый организм. Деревья, связанные между собой грибницей, настолько тесно, и замечено то, что сигналы от дерева к дереву передаются по грибнице, как сигналы по нервам у человека. Некоторые ученые утверждают, что грибы вообще имеют некий свой интеллект. Тут можно и не соглашаться. Однако грибы прошли настолько длительную дорогу в эволюции, именно благодаря грибам вообще растения вышли из воды на сушу. Именно благодаря грибам, как заявляют многие ученые, появились мы с вами, теплокровные организмы. И настолько этот организм важен нам на приусаде на дном участке, что без грибов растение в принципе не может развиваться гармонично и давать здоровый полноценный урожай. Даже если мы не будем вносить ничего дополнительно на нашей грядочке грибов, поверьте мне, много десятков видов. Более того, здоровая почва на процентов 10-15 состоит из бактерий и грибов. Я вполне согласен вообще с выражением многих садоводов о том, что не стоит пытаться вырастить урожай, а стоит вырастить почву. Итак, основной гриб, который нам помогает в выращивании именно хорошего урожая, это триходерма. Но тут стоит сделать небольшую ремарочку. Видов триходермы очень много. И каждый из них по-своему может либо хорошо, либо нейтрально оказывать влияние на растения. То бишь, допустим, широко распространённый вид триходермы верида практически не оказывает влияние на почву, если в почве не присутствует целлюлоза, то есть остатки от каких-то растений, солома, мульча. С другой стороны, некоторые другие виды триходермы способны размножаться и расти на более простых органических остатках и, соответственно, воздействуют на наше растение без мульчирования, без внесения дополнительной целлюлозы и древесных остатков. Поэтому в настоящее время распространённые биологические препараты на основе триходермы полезны, в принципе-то, всегда. Но я в данном видео хочу обратить внимание на продукт, который был произведён непосредственно при участии специалистов из Белгосуниверситета. И это такой препарат, как триходерма-профит. В чём самая главная отличительная особенность этого биологического препарата? В том, что здесь не присутствует некий один штамм рода триходерма. Здесь несколько видов, то есть консорциум видов рода триходерма. И каждый вступает в своё действие на нужном этапе развития растения. Вплоть от момента замачивания семян до разрушения мульчи под плодовыми деревьями. И как же таким биологическим препаратом пользоваться? Многие задают вопрос о том, можно ли вообще культивировать стриходерму, сенную палочку самостоятельно. И споры в интернете по этому поводу никогда не замолкают. И здесь я хочу поставить некую такую жирную точку в этом споре. Действие таких добавок или грибов, микробиологических препаратов в принципе основано не только на антипатогенном действии, но и воздействии различного ряда биологически активных веществ, среди которых гормоны растений. И здесь очень важно соблюдать дозу этих активных веществ. Да люди об этом очень хорошо знают по своим гормонам. Вы же знаете, большинство из вас, уважаемые зрители, которые сталкивались с гормональными препаратами, знают насколько четко их нужно употреблять. Вплоть до времени суток. То же самое и с растениями. Один человек возьмет, вырастет триходерму, взяв ее, скажем так, с трутовика в лесу и обработает семена или растения, получит хороший урожай, сосед будет делать то же самое, у него не получится, и вот у вас конфликт интересов. Оказывается, чтобы результат наступил именно тот, который мы ожидаем, важно очень точно соблюдать концентрацию этих биологически активных веществ. Гормон, который мы знаем как гормон растения, индолилуксусная кислота, да, мы знаем, что она стимулирует прорастание семян, мы знаем, что она стимулирует рост растений. Но это гормон роста. Однако стоит его взять немножко больше, и он уже угнетает рост и развитие растений. Именно поэтому использование самостоятельно приготовленной культуры влечет неточные результаты, неповторяемые результаты, потому что, когда мы используем биологический препарат, который уже снабжен инструкцией по использованию, в котором четко известна концентрация и субстрата, и веществ дополнительных, ну и естественно действующих живых организмов, именно благодаря точному следованию инструкции, мы получаем ту концентрацию биологически активного вещества, которое позволит нам получить непосредственно нужный нам результат. Итак, как же использовать этот препарат, учитывая то, что сейчас наступает сезон, когда многие из нас уже начинают проращивать семена, высаживать, заниматься рассадой у себя дома. И первое, что мы делаем, это, конечно же, замачивание и проращивание семян. Сразу же хочу сделать отступление. Семена, купленные в магазине и обладающие глазированной корочкой, такой цветной, лучше биологическими препаратами не обрабатывать, потому что они уже обработаны, во-первых, минеральными веществами, которые входят в состав глазури. Они обработаны зачастую фунгицидами и некоторыми биологически активными веществами, которые непонятно каким образом могут взаимодействовать с биологическими препаратами, которые мы будем использовать для обработки. А вот если семена вы купили, скажем так, нашей белорусской селекции, которые не глазированные, либо семена, которые вы собрали у себя из прошлого урожая, они, конечно же, желательно их обработать либо грибами, либо бактериями для того, чтобы их прорастание было более равномерное, быстрое и рассада получилась более жизнеспособной. Итак, для того, чтобы обработать семена препаратом триходермопрофит, мы делаем всё то же самое, замачиваем семена на марле, но вместе с водой вносим всего лишь несколько гранул вот этого препарата. Кстати, это тоже один из его плюсов. Благодаря тому, что гифы и споры грибов закреплены на адсорбенте, на вот этих гранулах, они не так часто попадают к нам в дыхательные пути, потому что некоторые биологические препараты на основе грибов, содержащие споры, могут вызывать у человека аллергию. А такой хитрый ход, как закрепление их на вот таких гранулах, как здесь, избавляют нас от необходимости обязательно делать эти манипуляции с респиратором или марлевой повязочкой. Итак, мы наливаем либо воду, непосредственно смачиваем марлю, а потом раскладываем семена, либо раскладываем семена, а потом смачиваем это всё водичкой. Всё то же самое, как каждый привык делать у себя дома. А затем на примерно 30 семян всего лишь несколько гранул этого биологического препарата, то есть гранул триходермы, и ставим в темноту. Это тоже обязательное требование, потому что солнечный свет вредит росту и развитию, прорастанию спор и развитию грибов. При этом хочу добавить, что для грибов есть общее правило их культивирования. Во-первых, они не любят подсушивание, они не любят света, и температура их культивации примерно от 20, реже 15 градусов до 30. Ниже 15 градусов, как правило, основные штаммы триходермы не развиваются. Выше 30-32 градусов уже триходерма не размножается и не образует спор. Все после замачивания семена в темноту на обычное для проращивания семян время, которое соответствует культуре, той, которую вы проращиваете. Либо на ночь, кто-то на 8 часов. Все зависит от семян. То есть, добавление гранул этого препарата абсолютно не влияет на время выдерживания семян. Все то же самое. После того, как вы считаете, что ваши семена уже подверглись замачиванию, семена не промывать, не подсушивать не нужно, а сразу же высеваете в почву туда, куда бы вы высевали при обычном замачивании. При этом вы должны понимать, как действует непосредственно гриб на семена. При прорастании семян гифы грибов тоже прорастают и врастают непосредственно в растение. И это не вред. Вообще, интеллект, так называемый, у грибов связан как раз именно с тем, что при врастании в ткани растения налаживается очень тесная связь между грибом и растением. И она настолько тесная, что впору ее называть обратной связью, потому что гриб, постоянно контактируя с растением, получает от него обратную связь. Как это проявляется? Очень даже интересно. Допустим, мы знаем, что основные штаммы триходермы закисляют почву. Некоторые могут сказать, что для некоторых растений кислая почва вредна. А что происходит при контакте этого гриба с растением? Гриб просто-напросто ощущает, что его закисление почвы вредит растению и перестает это делать. Это очень удивительно на самом деле. Более того, PH, то есть кислотность почвы, этот гриб начинает подстраивать под то PH, которое нужно растению. И это происходит благодаря тесному контакту, передаче друг другу сигналов. Поэтому вы должны представлять это и держать в уме, что гриб должен обязательно врасти в ткани растения. На самом деле некоторые штаммы не врастают. Это обволакивают в форме муфты, такой вокруг защитной корней. И увеличивают площадь всасывания корней, выделяя активные вещества для того, чтобы они, корни, быстрее росли, быстрее поглощали воду. Ну и естественно, конечно же, защищают от патогенов. Поэтому я уверен, что обработка семян вам поможет получить хорошую, здоровую рассаду. И чем раньше гриб войдет в контакт с растением, тем раньше он начнет оказывать свое положительное действие. Вплоть до увеличения массы рассады, ее жизнеспособности, ну и конечно же скорости роста. Ну и не стоит забывать о том, что чем раньше корни будут заселены здоровой, полезной микрофлорой, тем меньше останется там места для патогенов. Я надеюсь, что данное видео было вам очень полезно. И помните, что урожай зависит от того, насколько вдумчиво вы подойдете к его выращиванию. Спасибо за внимание. Обязательно ставьте лайки и обязательно задавайте вопросы, потому что эта тема до конца не изучена еще даже учеными. Продолжение следует...